Всем привет! С вами Матвей Мельников и настало время лока. На носу Новый год и самое время исполняться желанием. Наши девушки из локомотива уже исполнили одну мечту маленькой малышки. Об этом далее. Потому что Милане тяжело дают физические упражнения. Работать надо, достигать каких-то результатов, потому что у нас и бассейн, и ЛФК, и приходят физиотерапевты, занимаются с ней. По максимуму, все, что мы можем, мы все делаем. Здравствуйте! Мы к вам гости. Они с пустыми руками. Привет! Привет! Привет, Миланочка! Какая ты красивая! Мы поздравляем тебя с Новым годом. Мы хотим пожелать тебе здоровья, чтобы ты почаще улыбалась. Ты такая солнышко, ты такая молодец. Мы следим за собой. Ты просто умничка, очень умная девочка. И не подводи своих родителей. Почаще улыбайся и радуйся маму и папу. Они тебя очень сильно любят. И оставайся такой же красивой и улыбчивой девочкой. Согласны с нами? Да! Молодец! Это мы тебе вот, смотри какую кухню подарим. Да! Представляешь, будешь уже с раннего детства. Да! Готовить. Да! Маме и папе. Да! Это кто? Это кто? Бензава! Бензава! Тебе нравится? Да! Очень! Что надо сказать, милая? Спасибо! Пожалуйста! О, мячик! Да! Это... Катюля! Играешь? Да! Да! Да, это надо собирать. Это надо собирать. Это пасырка. Это пара пасырка. А это что, Мила? Это... Что это? Это... Катюля. 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 А это... Что это? Пить будем чай, да? Класс? Ты как Ариша будешь в больших футболах ходить. Локомотив. Да. Такая тайна на драме лежать. Там кто там есть. А что там есть? Там мось. Мось надо. Вау! 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 Пошел в сбор средств на лечение Миланы. И Милана вместе с родителями приходили к нам на игры нашего локомотива. Вот. И после того, как мы увидели эту прекрасную девочку маленькую. Да. Собственно, начали следить за ее восстановлением, ее вообще жизнью. Переживать. Вот. Решили собрать средства, помочь хоть как-то, чтобы эта девочка была самой здоровой в этом мире. Да. И счастливой. Мы увидели акцию «Чудо-елка», которую проводит благотворительный фонд «Верь в чудо» и узнали, что Милана хочет собственную кухню и решили воплотить ее маленькую детскую мечту, чтобы с таких юных лет она могла почувствовать себя маленьким поваренком, помогать маме по кухне и кормить свою большую семью. КОНЕЦ ДЕКАБРЯ Конец декабря. Это время подводить итоги. Каким был 2020 год для локомотива? Я хочу обсудить с одной из участниц команды. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Хочется очень много сказать про этот год. И он очень был сложным, очень интересным в то же время. Для Лока это три медали прошлого чемпионата. Я считаю, что это очень достойно. И три медали в разных соревнованиях, конечно. Вот. И хочется, чтобы 2021 год не подвел и стал намного лучше, чем 2020. Особенно для нас, для нашей команды и вообще для каждого человека в мире. Вот. В целом, очень-очень он прошел хорошо, плодотворно. Но в связи с последней ситуацией в мире, конечно, он немножко подкосил. В этом году несколько месяцев мы провели на самоизоляции. Как это время прошло для вас? Расскажите подробнее. Да. Наш чемпионат оборвался очень резко, неожиданно, наверное, для всех. У всех была возможность в этом году посетить всех своих родственников, родителей, друзей. Уделить всем-всем-всем внимание. И это огромный плюс. И это не может не радовать каждого из нас. Поэтому лично я была дома, была со своими родителями, родственниками. И, наверное, я даже не помню, сколько раз и столько времени за последнее время я была с ними так рядом. Безусловно, каждый день тренировки, каждый день общения, веселья, радости, улыбка, хорошее настроение только это спасало от очень трудного времени сейчас. У вас еще есть младшая сестра. Вы с ней тоже тренировались? Как-то это все совместно, обоюдно проходило? Да, с сестренкой обязательно вместе. Ну, как-то мы находимся на одной жилплощади, да, конечно, вместе. И когда-то она одна тренировалась, когда-то мы вместе. Когда-то у меня была небольшая лень, но это нормально. Вот. И так, конечно, все время были вместе, практически месяц, бок о бок, каждое утро, каждый день, каждый вечер. И было прекрасное время, я вот сейчас вспоминаю с теплотой. В этом году изменился немного состав команды. Как вам новые девочки? Я считаю, что когда вообще приходит любой человек в любой команде в коллектив, поначалу ты не знаешь человека, привыкаешь, но у нас ситуация прекрасная, девчонки все хорошие, все, самое главное, трудолюбивые, это очень-очень важно для спорта. Поэтому влились, я считаю, что даже не было какой-то там разницы, что их там не было, и они только-только вот там месяц-два были с нами, нет. Юль, как вы считаете, какая игра в 2020 году была самая важная для «Локомотива»? Самая важная игра? Мне хочется ответить так, наверное, самая важная игра была бы для нас, если бы мы играли в финале. Так вот сейчас вспомнить какую-то определенную игру, она каждая сама по себе значима, но если бы для нас это был финал 2020 года, я думаю, вот он, наверное, запомнился. Ну а в целом, какие вот вы эмоции испытываете, когда выступаете на больших крупных чемпионатах, вот как в 2014-м в Италии? Да, вы, то есть это чем-то отличается от другой игры? На данный момент, мне кажется, все отличается, потому что нет такой колоссальной поддержки людей, болельщиков на трибунах. Поэтому, если вспомнить вот 2014 чемпионат мира, это была вообще какая-то невероятная обстановка. Я это помню, вот сейчас стою и прямо вспоминаю об этом. И сравнить то, что сейчас, конечно, у меня даже, наверное, не получится, потому что так жалко и так печально, что мы забыли вот всю эту атмосферу и праздника, и радости. Но, тем не менее, наш зал с этим справляется великолепно, я думаю, лучше всех сейчас в чемпионате России. Как пишут многие СМИ, в каждой игре у вас может быть новый образ. Ну, элементик точно. Расскажите, пожалуйста, вот об этом подробнее. И есть ли какие-то тренды, и чем отличаются иностранные волейболисты от российских? Ну, европейская мода и русская мода, наверное, все знают. Это вообще прям две отдельные истории, две отдельные книги. Европейцы, они, мне кажется, более современные, более раскрепощены к определенной одежде, к тому, как они могут выглядеть и что они могут надеть. Вот. А по поводу себя хочу сказать, по поводу игры, да, у меня появляется что-то, бывает одно, другое, необычное, но все эти вещи очень значимы для меня и имеют огромную поддержку тех людей, от кого эта вещь на мне в этот день одета. Вот. Юлия, подошли к планам на будущее. Расскажите, какие они на 2021 год? Самые золотые и самые высокие. Хочется, чтобы они были яркими, праздничными и, правда, таким золотым отливом. Поздравьте, пожалуйста, наших телезрителей с наступающим Новым Годом. Дорогие телезрители, все-все-все-все, я вас поздравляю с наступающим Новым 2021 годом. Хочу вам пожелать самое главное здоровья и это, наверное, самое важное пожелание на будущий год. Будьте счастливы, будьте радостными, всегда улыбайтесь и эта ваша улыбка всегда вам, да, подарит плоды. Друзья, я тоже хочу поздравить всех вас с наступающим Новым Годом. И пусть в 2021 году исполнятся все самые смелые ваши желания. До новых встреч и пока!